В сентябре Оксимирон впервые проиграл в оффлайн рэп-баттли с Моди Крайдеру Гнойному, чем в результате вызвал лишь дополнительный рост собственной популярности, а главное вывел на аванс сцену еще одного яркого персонажа, на которых русский рэп в последние годы особенно богат. В ночь на 16 октября по московскому времени в Лос-Анджелесе прошел рэп-баттл между Оксимироном и американцем Дизастером. Баттл проходил на английском языке с краплениями русского, немецкого и арабского. Судей в нем не было, кто победил, каждый выбирает для себя. На самом деле баттл довольно-таки интересный, что примечательно, Оксимирон выступал на новой для себя площадке, да и вообще в принципе в новом для себя стиле, и он наконец-таки избавился от рубашки. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Первый скрупулезно сочинял свои куплеты, выстраивая внутреннюю драматургию, второй делал ставку на стереотипы о России, которые себя уже и жили. В третьем раунде деморализированный Дизастер признался, что выдохся. Стоит отметить, что сам Дизастер в социальной сети Твиттер признал свое поражение. Было заметно, что Оксимирон читает не на родном языке, то есть акцент был, было понятно, что на русском он еще сильнее, но однако, если оценивать здраво качество панчей, их мощность, и соотношение смешных панчей, и соотношение качественных со стороны таких серьезных, мощных, которые затрагивали реально важные темы, то мне кажется, Оксимирон победил действительно, хотя большинство, 80% людей из России тыкают на кнопку «Оксимирон победил» только потому, что он из России. Оксимирон, как по мне, сделал сильную читку только когда он читал свою русскую часть на русском, но, к сожалению, это не было понятно аудитории той, которая англоязычная, и, как по мне, это тоже небольшой провал, несмотря на то, что он показал свою технику, он остался непонятым. В данном конкретном случае русская школа баттл-рэпа, растущая все-таки из традиционного стих сложения, оказалось и объективно сильнее, особенно на фоне попыток американца читать по-русски. После баттла с дизастером Мирон уже не просто техничный рэпер, а одно из ярких явлений русской культуры, пригодных, что важно, для конвертации на международный язык. Тем интереснее, куда артист, уже заявивший о желании взять перерыв в баттлах, двинется дальше. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин